Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Как она работает сегодня? Конечно, пинали Америку, конечно, пинали Запад, конечно, пинали по нескольку раз на день израильскую военщину, но делалось все это в каком-то дежурном порядке, все это было уныло и постыло, как, впрочем, и все, что происходило, вернее, не происходило в стране под названием СССР, о распаде которого так кручинятся сегодня товарищи и товарки, определенного свойства из главного психиатрического стационара нашей страны в охотном ряду, которые даже собираются привлечь к ответственности Михаила Сергеевича Горбачева, посудить его, ну и, по-видимому, следуя законам своего кумира, потом и расстрелять, как бешеного пса, но речь не о них, а о той поросли новых государственных пропагандистов, которые нынче работают, как говорится, садором, огоньком, которые словно с цепи сорвались и лезут из кожи вон, причем лезут из кожи вон в буквальном смысле этого слова, например, господин Кизелев, исполняя свои дикие подсознательные танцы, комментируя свои безумные тексты, ярчайший тому пример, такое ощущение, что запущен какой-то гигантский маховик по движению начала какого-то безумного социалистического соревнования между ведущими главными телеканалами страны по степени откровенного хамства, по степени откровенной площадной брани, а самое главное по степени лжи и насилия. Сегодня много говорили и вспоминали Александра Исаевича Солженицына, и я тоже позволю себе вспомнить несколько строк из его замечательного эссе «Жить не по лжи», написанного еще в 1974 году, когда насилие врывается в мирную людскую жизнь, оно так и на флагах несет и кричит «Я насилие! Разойдись! Раступись! Раздавлю!» Но насилие быстро стареет, и чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно взывая в тебе, в союзники, ложь, ибо насилию нечем держаться, кроме лжи, а ложь можно держаться одним насилием, и на каждый день, на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу, оно требует от нас только покорности лжи, ежедневному участию во лжи, и в этом вся верноподданность. Так вот, я не хочу, не собираюсь и не буду проявлять такую верноподданность, как и все собравшиеся на этой замечательной площади. Я хочу сказать, что я никогда еще не слышал столь агрессивной, наглой и хамской, антиамериканской риторики. Я никогда не слышал такой агрессивной, антиевропейской риторики, такой фашистующей, гомофобной риторики, и уж тем более такой истерической, антиукраинской риторики. И заканчивая свое небольшое выступление, я мечтал, что постараюсь быть краток, я хочу прочесть небольшое стихотворение замечательного украинского поэта Василя Стуса. К сожалению, я буду подсматривать в листок, поскольку обнаружил его только сегодня в ночи. Кстати, Василь Стус погиб в одном из пермских лагерей не так уж давно, это было в 85-м году. На квадраты без названия поделили белый свет, равноправие страдания, а другого права нет. Плачу и жертве тошно, а счастливых ненадежь. Умираем понемножку, от судьбы бросает в дрожь. Вот оно, людское горе, человеческая глушь, демократия покорных и свобода рабских душ. А вокруг не видно драмы, столько солнца и тепла. Ты меня напрасно, мама, в мир неправды родила. Спасибо большое.